Акционерное общество ВИТО нуждается в поддержке округа. Об этом руководитель перерабатывающего предприятия говорил на встрече с депутатами окружного собрания. Компания производит 22 наименования молочной и кисломолочной продукции, обеспечивает учреждения и организации. Однако, чтобы поддерживать объемы производства на хорошем уровне, приходится прибегать к вынужденным мерам – использовать сухое молоко. Оно по сравнению с цельным почти в пять раз дешевле. Каковы перспективы предприятия? Смотрите в нашем материале. Тут можно много чего разливать, не только молоко. Можно бифетки и прочее, но только тут надо по-другому ее настраивать. А в основном она разливает много видов продукции. Но мы на ней частично молоко только. 300 литров молока в сутки – непредельная мощность этого аппарата. Он способен упаковать до тонны продукции в сутки. Таких объемов предприятие не выпускает. Ограничен рынок сбыта. На прилавки собственных торговых точек и в учреждения в среднем поступает 700 килограммов продукции в сутки. Это молоко, творог, бифидок, йогурт, кефир, сырники и другое. Всего 22 наименования. Над ассортиментом предприятие работает. Каждый год жители округа пробуют новинки. Летом на прилавках магазинов появится молочный коктейль с ароматом карамели. Мы уже отдали этот продукт на проверку в наш Роспотребнадзор. Те показатели, которые проверяются здесь, они будут деланы и нам выдадут протокол. Дальше уже подготовлена документация для того, чтобы отправить. Пакет документов подготовим и отправим все это в Архангельск. После получения сертификатов безопасности и декларации продукт можно запускать в производство. В целом в планах на 2017 год изготовить 565 тонн молочной продукции. Это на 133 тонны больше, чем в 2016. Увеличение возможно за счет использования сухого молока. Об этом ингредиенте руководитель не скрывает. Сухое молоко в пять раз дешевле цельного. Мы вынуждены уменьшить объем приобретения цельного молока с БУП на агропромышленной компанией. Он у нас считается основным поставщиком. Все остальные за рекой, далеко и никаких объемов нет. Мы раньше покупали по 300 тонн ВПХ, потому что было подешевле 11 рублей за килограмм. Сегодня 100 рублей, можно сказать, за килограмм. Мы берем всего 100 тонн. И берем только с целью для того, чтобы произвести, производить детское питание. По словам руководителя, реализация продукции из сухого молока идет не хуже, чем из цельного. К тому же его можно завести оптом. Летом по реке, зимой по зимнику. Окружные дотации на транспортные расходы предприятие не получает. Поэтому все затраты закладываются в цене. А она – главный критерий на аукционе. Так, в прошлом году ВИТА не смогла выиграть конкурс на поставку молочной продукции. Цена несостоявшейся сделки – 14 миллионов. В итоге годовой убыток составил 6 миллионов рублей. Вот мы тоже обратились с поправкой к плане, чтобы нам несли бюджет. Денежное средство в пределах 8 миллионов – это на приобретение сухого молока. И 10 миллионов мы просим на приобретение тароупаковки и транспортных расходов. В свою очередь депутаты поинтересовались, насколько загружены мощности предприятия. Цифра необнадеживающая – всего 30%. Парламентарии высказали предложение об использовании оборудования совместно с Ненецкой агропромышленной компанией. Она планирует запустить цех переработки, но оборудование еще не приобретено.